Всем большой приветик! Мы сейчас едем на набережную, на нашу, к новому амфитеатру. Ну как новому, он уже как год открылся, он в прошлом сентябре открылся. Мы едем на квиз, посвященный Всероссийскому Дню Отца. Всех пап поздравляют с этим праздником. Оказывается, я сама не знала. 15 октября это Всероссийский День Отца. В общем, там мероприятие посвящено этому празднику, и мы едем участвовать. Вот так спонтанно получилось с друзьями. Друзья уже там вроде, а мы вот только едем. Ну, надеюсь, не опоздаем. У нас сегодня чудеснейшая погода. У нас сегодня 20 градусов. Это в тени. На солнце прям побольше. Облачков нет, хотя написано переменная облачность. Ни одного облака нет. Погода замечательная. В общем, только гулять и гулять. Поэтому мы прям с радостью едем. Очень жарко. Сейчас мы выйдем, будет прохладнее. Никита толстовку снял. Говорит, очень жарко, очень жарко. Никит, мы на набережной будем, там ветер прохладный. Вот мы на набережную приехали. Да. Там тепло, но если ветер, то он не жарит сейчас, не лето. Корабль. Это баржа, называешь. Ага. Длинная. Баржа. Баржа или баржа, мам? Как правильно? Такие длинные, они перевозят грузы тяжелые, Степ, обычно. Камни могут перевозить, песок. В общем, мы почти приехали, но тут дорога перекрыта. Мы вот там припарковались. И теперь дальше идем пешком. Нам идти, наверное, минут 10, а нам к 12, а сейчас 12. Но мне позвонили, сказали, что, наверное, все столкнулись с такой сложностью, что дорога перекрыта. Поэтому, да, на 10 минут задержат начало точно. Так что мы не опаздываем. Смотрите, у нас люди купаются, вон. Один человек купается, вон второй загорает, купается. Обалдеть. Октябрь. Да, вон женщина, вон мужчина купается. А вон еще одна. Ой, как много людей, оказывается, тут купаются. Мам, как не представляешь? В общем, мы идем. Маму мою мы там сзади со Степой оставили. Пусть идут медленно прогулочным шагом с колясочкой. Вот мы тут нашей командой идем. Побыстрее, поактивнее. У Сергея нога болит уже несколько дней. Болит нога, такой ноющей болью. Непонятно в чем дело. Ночью болела так, что я ему даже обезболивающее давала. Ну, в общем, поэтому мы быстро, сильно не можем идти. Но, в принципе, я тоже быстро не могу идти. Болезнь Озгодошлятора называется. Чего? Озгодошлятора. Это что такое? Болезнь. Болезнь Озгодошлятора? Да. Такая есть? Да. Или это ты придумал? Ну, как... Я иногда не знаю, Сергей шутит или нет. Ха-ха-ха. Ладно, я уже вижу амфитеатр. Так что нам осталось еще минут пять максимум. Когда хромаешь, это болезнь Озгодошлятора. Да? Скорее всего. О, велосипедист едет. В спортивной форме. Мне вот интересно. В честь чего дорогу-то перекрыли, Сереж? Бегуны. А, бегуны сегодня бегают. Угу. Вон, видите, дорога перекрыта, насколько сильно. Болезнь, наверное, шишка чуть выше, как я. Чуть ниже, как я, на которой усиливается активность. Так, мы встретились с друзьями. Тут уже прошли. Тут, оказывается, соревнования по триатлона были. И, представляете, открыли дорогу. Мы бы быстрее доехали, чем мы пешком шли. Дорогу открыли, а мы еще не дошли. Видать, они до 12 как раз и перегораживали тут все это дело. Но мы уже вот почти дошли. Вот сюда нам. И от нашего такого единения, от нашего примера, примера отцов, примера матерей, примера семей, для других семей, для подрастающих поколений, очень многое зависит. Это зависит от родных слов. Обладаетесь, говорите, мы рядом, мы все вместе еще раз спросим о данном. Как я переделал словам техному ведущему, который сейчас делает всю работу и обязательно вызывает руки на вашем виде. Он, к сожалению, никогда не видел своего отца, потому что его не стало задолго до его порождения. Он, ку-панда. Был герой. Каким животным был герой? Он, ку-панда. Один из героев. В этом улице все герои. Один из героев. И вот один из героев этого улица говорил, что, к сожалению, не своего отца не видел никогда, потому что отца не стала задолго до его порождения. Какие животные? Какие животные? Это не панда? Кстати, вопрос интересный. Можно, в принципе, найти в интернете ответы, но так неинтересно. А ты про Майнкрафт? За Майнкрафт был вопрос, Никит нам ответно сказал. Он знает. Ничего так. В общем, мы закончили квиз. Было три раунда. Третий раунд на песни. Мы песнях вообще не соображаем. Там Хабиб, Пасти, еще какая-то забубежная была. Еще песня. В общем, третий раунд мы провалили. А остальные, может быть, и хорошо сделали. В общем, сейчас подходят итоги. Нам дали сертификат, варпоинт. Представляете? В лазертак пойдете. Ого. Плю-плю-плю, посменяйте. Вызвали всех отцов семейств. Вон они, многодетные папы Волгограда. Медальки им там вручили. Отец России написано. Это подставочка под горячее. Мама, мы сегодня на футбол идем. Слушай, какую медальку. Медальку мне дали. Медальку дали. Степ, это подставка под горячее просто. Вкусно. Можжевельное? Нет, горелым вот этим. Выжигальное. В общем, мы вышли. Оказывается, Сашка тут просыпался. Ругался немного. Но мама его успокоила. А я говорю, мам, я же соску оставила. Она говорит, а где? А я говорю, у меня вот тут соски всякие лежат. И все, что я кладу, вот тут лежит. А мама не знала. Я обычно там и шапочку туда под этот чехольчик, и соску положу. Еще могу что-нибудь запихнуть. Нет, я знаю. Детям дали конфетки. Мы приехали вот в этот парк. На набережной. Один километр примерно проехали. Дети пошли на детскую площадку играть. Сергей тоже там где-то с Сашей ходит, гуляет. А, вон они. Вон Сергей, Женя и Саша на руках у них. Никита совсем разделся. Говорит, жарко очень, невозможно. Степа за ним снял кофту. Я смотрю некоторые в куртках, но в куртках реально жарко. Это действительно очень жарко. Одно делают в таких вот кофточках обычных. Миша, у тебя кусок конфеты на кофте. Саша на ручки попросил. Я его покормила сейчас. Вон, вон, на ручках. У нас такой комбинезончик хорошенький с хвостиком. Я не видела, что у него хвостик есть только сейчас. Вот заметила и когда Сергей подходить начал. Это, кстати, комбинезончик от Максима. Максим нам давал. Она от него одежда. И вот они узнали свой комбинезончик. Говорит, похоже. Говорит, у нас такой же был. Я говорю, это ваша есть. А у нас сегодня воскресенье. У нас сегодня еще футбольный матч. И у меня не покидает мысль о том, что можно сходить на футбол. Дети давно хотели. Но я не хотела с четырьмя одна идти. Сергей не любит на футбол ходить. А сейчас такая хорошая возможность. У меня же мама тут со мной. Я вот думаю, может быть, всем дружно сходить на матч. Просто когда я, например, в туалет хожу, я их не хочу одних оставлять там сидеть. А всем, хотя одного человека, кто захотел в туалет, всем выходить четвером, с коляской. Это неудобно. А так можно будет сходить. В общем, подумаем еще над этим. Ой, солнышко какое. В общем, мы решили пойти сначала на футбол, а потом пойти на футбол. Вот так. Так что мы сейчас едем. У нас сейчас 3 часа. Футбол 5. Так что у нас есть 2 часа покушать и пойдем. Тут очередной богомол. Смотрите, дети нашли. А, не видно. Отражается. Настоящий. Угу. Ну, у нас такие живут. У вас не живут? Да, живут. Я просто хочу отпустить его, затопчет. Сейчас мы его в травку отпустим, а то его тут затопчут. Тут детей полно. Степ, пойдем. Ой, Степа кофту на голову надел. Кстати, по поводу квиза. Мы заняли второе место. Вот. Некоторые ответы были очевидны, а некоторые нужно было подумать. Некоторые чисто наугад писали. Вот. И интересно, оказывается, Всероссийский день отца начали праздновать только с 2018 года. То есть, вот буквально недавно, это совсем молодой праздник, несколько городов по России объединились и предложили вести такой праздник. Много подписей собрали. И вот его действительно сделали, оказывается, Всероссийский день отца. Это официальный праздник. Мы приехали в торговый центр. Дети поехали там с папой на фудкарт. А я с Сашкой решила зайти в детский мир, купить Сашу перекусить. Потому что если мы долго домой не будем заезжать, я думаю, я не смогу везде грудью кормить. Или там на стадионе, на том же, то будет неудобно. Поэтому сейчас куплю что-нибудь Саше перекусить. Есть такие баночки, коробочки на один раз. Кстати, по поводу подгузников Ману. Многие мне написали, что это, оказывается, в детском мире бренд продается. А я искала на Озон, на Валберес. Притом заказала на Валберес. Гораздо дороже, чем они в детском мире стоят. Вон я смотрю, Ману написано. Хорошие действительно подгузники. Мы вот сейчас ими пользуемся. Вообще отлично. Вот я заказала то ли 6,11 килограмм, то ли, по-моему, даже меньше, до 9 килограмм, что-то 4,9 килограмм, за 1600. А тут они по скидке сейчас за 1300 или 1100. В общем, переплатила я. Сонечка, ты сегодня себя очень хорошо ведешь. Ты прям умничка. Сейчас какую-нибудь коробочку мы возьмем. Может быть, даже попробуем кашу гречневую или рисовую взять в такую коробочку. 4 плюс, чтобы было написано. А вообще есть со смесью, с готовой просто уже. Вот есть вот такие. Я, правда, нутрилак такой никогда не пробовала давать. С рождения. Смесь молочная готовая. Не нужно ничего делать. Главное, чтобы была не холодная. И заодно тут детям можно сразу на перекус что-нибудь взять на футбол. Потому что они любят сидеть, хрустеть. Например, вот такие вот штучки рисовые. Яблоко, яблоко, клубника, банан. Вот, можно таких несколько взять. Мы с Сашкой зашли в комнату мамы и ребенка, да? Переодели подгузник на чистый. Он такой довольный. Сейчас его еще тут сама покормлю. А то мамка взорвивается. Да? Ни одной же смесью сыт будешь. Хорошая тут, смотрите, такая комнатка. Картины висят. Вешалки есть. Мыло. Раковина. Унитаз. Туалетная бумага есть. Еще даже какой-то кран внизу, может быть, для ведра. Креслица есть. Можно тут посидеть. Вот такой вот столик переодеть, подгузничек. Мусорка. Вроде комнатка маленькая, но все есть, да? Подгузнички это наши. Да, мы с собой брали. Тут нет подгузничков. А то бы слишком шикарно было. Хорош такой, да. Ой, скажи, такая жизнь мне нравится. Такая жизнь мне нравится. А дети там еще на фудкорте едят. Я сейчас Сашку покормлю. Туда пойду. Я уже там перекусила. Потом сюда пришла. Туда пойду. Если доели, то сразу уже поедем туда, ближе к стадиону. Тут от вот этого вот торгового центра до стадиона две остановки. Ну, то есть меньше километра ехать, мне кажется. Ну, может быть, один километр. Так что мы прям рядом. Мы поели и отправились дальше. И тут в какую-то пробку встали. Мы выехали пораньше прям заранее-заранее. Сейчас 20 минут пятого. Нам ехать 500 метров, грубо говоря. Но вот что-то мы в пробочке. Из дворов, да, выехать не можем на главную дорогу. В субботу в Схемпе всегда так много. Вот дворы. А за этими дворами там уже стадион наш. Это что такое, скажи? Опять, мать, куда ты их притащила? Здесь не шла, не шла, не шла, получается, добавить. Нет, все. Это очень-очень. Какие киталии? Хорош! Закончился первый тайм. Как вы думаете, какой счет? Когда мы на стадионе, у нас вечно 0-0. Я не знаю, почему так. Когда мы приходим, 0-0. В общем, пока 0-0. Но надеемся, что разбавим. Играют команды Ульяновская, Волгоград, Ротарь и Волга. Вот так. В общем, пока 0-0. Все. Я выходила прям в туалет. Толго время там была Сашку кормила просто. Из бутылочки кормила. Но мы выходили. Я думала, может, пока выйдем, гол забьют. Нет, не забили. А то в прошлый раз мы вышли только в туалет. Сразу гол забили. Вот. Единственное, которое мы пропустили. У детей берегут. Степа мне отдал вот эту штуку. Говорит, сама эту гадость ешь. Гадость на самом деле. Гадость, говорит, сама это ешь. Нет! Пока! Привет и пока вам от Степы. Все. Все, Саньку вырубила. Уснула, ребята. Сначала первый таймчик. Наверное, минут 20 сидел, смотрел. Мне только интересно, что мигает. А потом пошла я у... Ну, он начал капризничать, мердеться. Я встала его, покормила его, вырубила. Счет 0-0. Я так хотела, чтобы было что-нибудь типа 3-4, чтобы мы каждый гол украли. Значит, у нас не бывает, чтобы мы ходили и гол забывали. Был как-то 1-0 у нас. Мы же несколько раз ходили. Потом 0-0 был. А потом, вот опять 0-0 показано. Весь прошлый тайм был у тех ворот, а теперь у нас тут поближе будет. Нам надо забить вот в эти ворота сейчас, ближайшие наши. Нас темнело, видите, уже. Нам забили гол. Степа решил пересесть. Гол забили, ура! Иди-ка, гол! Ура! 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 Гол забили! Гол забили четвертый номер Алексий! Алексий! Иди-ка! Иди-ка, иди-ка! Иди-ка, иди-ка! Иди-ка, иди-ка, иди-ка! Ну разбавили счет, слава богу. 1-1, но зато хоть голы пошли. Все, закончился матч Счет остался 1-1 Мы довольны Хоть не 0-0 Поболели активно Степка вот только Хулиганистый малышок Потому что В конце ему надоело На самом деле для таких малышей Все-таки долгий матч скучно Или надо идти ближе к фан-зоне Чтобы они там болели А мы чуть дальше в этот раз сидели И уже под конец и Никита Даже начал поднывать, когда мы домой пойдем У нас друзья чуть-чуть пораньше выехали Потому что им в другую сторону ехать Побоялись, что в пробке застрянут Надолго Ну вот на самом деле пробка действительно очень большая Поэтому мы сейчас вообще не спешим В любом случае сейчас там стоять будем Санечек проснулся Когда мы начали уже выходить Вот такая вот тут пробка теперь Туда все хотят выехать Но на самом деле тут немного машин Вот все, что я показываю И все Но это те машины, которые ехали Со стороны набережной Тут был закрыт въезд с другой стороны Но открыт в эту сторону Даже места парковочные остались А вот там, где мы припарковались Там с другой стороны пускали И там мест парковочных почти не было Хотя мы заранее немножко даже приехали Степа, не упади, осторожно Вот и все Вот и закончилась пробка Постояли пару минут в машине Трифель Озоны, это озоны и озон Мама, а как делается озон? Как получается озон? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok